Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы выполняем кровельные работы. Вот этот вот дом. Сейчас мы на нем меняем стропильную систему. Практически все работы по стропилке уже закончены. На некоторых участках уже приступили к монтажу диффузионной мембраны. Хочу сделать вам обзор, показать, как это смотрится внутри и показать некоторые работы, которые мы сделали со стороны уже улицы. Залезу на крышу и все вам покажу. Друзья, ну что, закарабкался я наверх на мансардный этаж. Как вы видите, давайте камеру перевернем, чтобы вам было более удобно смотреть. Вот так это все выглядит. Здесь вот у нас уже, видите, смонтирована диффузионная мембрана Delta XX Strong. Немножко переходим уже на эту пленку, более такой современную. Это последний поколенок Delta. Это самая прикольная пленка из этого поколения. Это вот как раз Strong. Начинаем их испытывать, пока нам эта пленка нравится. Здесь вот у нас, как вы видите, укрывной материал, чтобы осадки у нас не попадали в помещение. Помимо того, что здесь мы сделали вот эту стропильную систему, тут мы еще полностью переделали полы. Полы мы утеплили толщиной минеральной ватой 200 мм по деревянному каркасу. Тут у нас жесткий каркас с шагом 400 мм из доски 50 на 200. Соответственно, заполнен он минватой, как я уже сказал. Дальше идет шаговая обрешетка. Вот такая вот фанера. Фанера толщиной 18 мм в шахматном порядке с обязательными зазорами. Вот вы видите, есть у нас такие вот зазоры. Чтобы от перепада температур фанеру там это не распирало. Что касается самой стропильной системы. В стропильной системе у нас идет доска 50 на 200, которая формирует каркас крыши шагом 600 мм. Есть вот такие вот различные прогоны. Если более подробно, давайте вот там вот покажу. У нас есть вот такая вот зона мурлата. Все вот это вот место в нижнее будет утепляться, чтобы максимально все это было энергоэффективно. Соответственно, стропила опираются на мурлат. Дальше они поднимаются вот на этот средний прогон. Здесь вот у нас получается такая конструкция. И со среднего прогона у нас в торец подходит еще одна стропилина, которая опирается уже на коньковый прогон. Коньковый прогон у нас, видите, какой массивный. Шитый из 8 досок 150 на 50. То есть общий размер у него получается 300 на 200. Ну и то же самое с этой стороны. Здесь вот у нас коньковый прогон опирается вот дополнительно не только на стену, но еще вот на этот брус, потому что стена она такая достаточно хлипенькая, несмотря на то, что она из кирпича. Поэтому дополнительно, чтобы усилить это место, мы поставили рядом с окнами вот такие вот столбы, пустили прогон. На прогон в середине идет столб, и на столб уже опирается непосредственно конек, вот эта коньковая балка. Здесь вот у нас то же самое. Здесь у нас то же самое. И здесь вот у нас то же самое. Соответственно, все вот эти вот каркасы сразу у нас формируют помещение. Монтируем по классическому российскому варианту уголочки, желтые саморезы. То же самое здесь вот у нас идет. Здесь вот мы монтируем стропила в торец. Дальше вот этот вот торец будет соединяться с двух сторон фанеры, для того, чтобы у нас туда-сюда ничего не ходило. Вот делаем это почему? Потому что вот это место, если делать накладку стропила, которая будет заходить сюда, то есть место будет более такое холодное. Чтобы улучшить энергоэффективность вот этого узла, мы решили делать его вот таким вот образом, чтобы меньше было каких-то сложных мест, для того, чтобы утеплителем обходить. Вот как-то так это все смотрится у нас внутри. Пойдемте теперь... Пойдемте теперь с вами наверх, на крышу. Так, друзья, закрапкался наверх. Давайте со своим портретом покажу вам. Мне очень удобно так смотреть. Надо камеру перевернуть. Вот так вот это смотрится чуть-чуть сверху. Идет у нас шаговая обрешетка. Обрешетка 100 на 25, обычная дюймовка. Монтируется она на контрбрус 50 на 50. Здесь вот, как говорил вам, пленка новая, Delta XX Strong. С самоклеющимся слоем. Давайте проверим. Несмотря на то, что сейчас на улице минус 10, достаточно она хорошо приклеивается. Так. Вот так это у нас все выглядит, да. Под кондорейку у нас идет уплотнитель. Вот тут вот его видно с торца. Это Delta Show Band. Для того, чтобы саморезы там или гвозди, если мы пробиваем, вот эти вот отверстия, они затягивались уплотнителем. Если пойдет какой-нибудь там дождик, или будут осадки, вот, чтобы у нас в эти отверстия ничего не попадало. Шаговая обрешетка у нас идет шагом 300 миллиметров. Дальше на нее будет монтироваться ОСП толщиной 12 миллиметров, которую мы будем пилить на 5 частей. На нее будет уже непосредственно, на ОСП уже непосредственно будет монтироваться подкладочный ковер для дополнительной гидроизоляции и гибкая черепица. Гибкая черепица у нас производитель Dögi Dragon с S-B с модифицированным битумом. Так, опустился чуть-чуть ниже. Видите, у нас здесь вот есть вот такой вот узел карнизного свеса. Пленка у нас доведена до конца. Здесь вот, чтобы у нас здесь вот воздух заходил, будет установлена вентиляционная сетка. Водосточка будет на длинных крюках. Желоб будет висеть выше, чем вот этот вентозазор не перекрывать. Дальше у нас здесь будет установлен капельник конденсата. Поставщики наши косанули еще его не привезли, но дальше мы его подсунем. Отклеим вот эту вот серую ленту, как вы видите, да, и будем приклеивать его к капельнику. Вот эта лишняя часть, она будет обрезаться. Возможно, мы здесь будем еще делать подшивку софитов. Дальше, по идее, здесь надо будет нашивать обрешетку, снизу обрешетку, да, и уже непосредственно монтировать какой-то софит. Заказчик пока думает, пластик не хочет, может быть, это будет металл, может быть, фиброцемент. Здесь вот, если посмотреть, вот этот узел, гидроизоляционная пленка у нас заходит на стену, как вы видите, для того, чтобы у нас это место было максимально защищено. Будет приклеиваться здесь либо лентой, либо клеем. И то же самое там вот. И, конечно, когда будет уже кровяное покрытие, непосредственно будет металлический элемент, металлическое примыкание, чтобы здесь все было максимально герметично. вот такие вот небольшие кровяные работы у нас здесь. Друзья, ну, вот такой вот небольшой обзорчик показал вам. Вот такие кровяные работы мы сейчас выполняем. Несмотря на то, что зима, работа есть. Как говорят умные люди, работа всегда есть. Не всегда тебе за нее платят, но без работы точно не останемся. Поэтому будем работать. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так всем желаю удачи. Не болейте, берегите себя. Всем мира и добра. Пока.